МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государство строит в Мариупольском порту современный зерновой комплекс почти за полмиллиарда гривен. Не боясь при этом близости боевых действий и проблем с логистикой. Каковы же перспективы экспорта зерновых из Донецкой области? Николай Гусаков – фермер из Славянского района. В советское время был главным агрономом колхоза. С 1992 года занимается с зерновыми вместе со своей семьей. Бога за бороду не хватаем. В хорошие годы и 50 сетерок пшеница сыпет. Нехорошие бывают и 15. За прошлый год по правам было у нас зимы. Мы где-то 250 тонн сдали пшеницы третьего класса. Это та, что идет продовольственная на муку, на хлеб. Часть урожая он продает на внутреннем рынке. Часть сдает крупным зернотрейдерам. И уже эти компании отправляют его на экспорт. Из крупных компаний, которые занимаются производством зерна в экспортных масштабах, ближе всего к Мариупольскому порту только Харвист Ахметова. Но и они пострадали от вооруженного конфликта, потеряв треть своих полей. При этом, по информации экспертов, доля портово-азовского моря в перевалке зерновых, выращенных в восточных регионах, сейчас очень низкая. Только 11%. Аграриям и портовикам уже четвертый год приходится работать в сложных условиях из-за боевых действий. Там небезопасно заниматься аграрным сектором, поэтому, скажем так, частка Донецьской области, еще скажу, и раньше была объективно незначна, а сейчас оно стало еще меньше. Для того, чтобы загружать портовой элеватор Мариупольского порта, производителей из нашего региона будет недостаточно. Порту рассчитывают привлекать поставщиков из других областей. Ведь с каждым годом экспорт зерновых из Украины в целом растет. В 2016-м страна экспортировала рекордный объем – 40 миллионов тонн. Объемы перевалки зерна в украинских портах выросли с 24 миллионов тонн в 2013 году до почти 40 миллионов тонн в 2016-м, несмотря на войну. И Мариупольский порт рассчитывает на свою часть экспортного пирога. Будем, естественно, ориентироваться и на ближайших производителей зерна, которые расположены в Днепропетровской, Запорожской. Возможно, Луганской и даже Харьковской областях. Развитие комплекса в Мариуполе предусматривает два этапа. На первом будут построены емкости хранения порядка 55 тысяч тонн. Этот объем будет заполняться грузами, поступающими преимущественно автотранспортом. Десять емкостей объемом единовременного хранения по 5,5 тысяч тонн будут расположены именно вот в этой зоне. Вот в той зоне, которая вот дальше, вот там к забору, она сейчас пустая от застройки, будет находиться парк по разрузке автомобилей на два потока и парк по разрузке железнодорожных вагонов тоже на две линии. Но такое решение – это дополнительная нагрузка на без того проблемные автомобильные трассы, говорит эксперт. Поставки зерна из Мариупольского порта осуществляются под тем же ключевым направлением, что и в глубоководных портах Черного моря. Среди основных стран импортеров пшеницы лидирует Египет и Израиль, Турция. При этом страны, которые закупают зерно Украины, предпочитают доставку сельхозпродукции более мелкими объемами, и это может предложить Мариупольский порт. Но чтобы комплекс развивался дальше, необходимо подключение железнодорожного сообщения и упрощение логистики, которая на данный момент сильно затруднена из-за боевых действий. При этом, безусловно, реализация такого проекта – это новые рабочие места для жителей Мариуполя, их будет создано 60, и дополнительные налоги в бюджет. Закончить строительство планируют к осени 2019 года.